МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раз уж мы говорим об инвестиционной стратегии и доверительном управлении, хочу начать с ситуации на рынке. В чем вы видите основную причину того, что рынок капитала в России развивается достаточно медленно? Вы знаете, первая причина такова, что он развивается недавно. Потому что на самом деле рынком, в первую очередь в Соединенных Штатах, даже в Юго-Восточной Азии, им уже даже не десятки, а сотни с лишним лет. И мы сейчас не берем, конечно, старые истории про телепланы и так далее, но рынки акций, рынки облигаций, они существуют уже более ста лет, причем активно существуют. У нас эта история начинается, имеет в своем развитии всего лишь пару десятилетий. По-хорошему, ну вот так серьезно, ну, может быть, с начала этого века можно говорить о таком взрослом, встающем взрослеть рынке. Поэтому у нас малое количество инструментов достаточно, малая ликвидность, ну и очень высокая корреляция рынка, то есть инструментов между собой. Практически все они зависят от нефти, как следствие курса рубля, ну и как следствие стоимость акций. За редким исключением отдельных историй в отдельных акциях. Тогда как же вам удается зарабатывать? Основная стратегия у нас работает на западных рынках. И по огромному нашему счастью, в 2015 году Центральный банк, в главе с Рапожейной Биулиной, выпустил постановление, которое разрешает компания, занимающаясь доверительным управлением, разрешает использовать деньги российских инвесторов, юрлиц и физлиц, резидентов Российской Федерации, спекулировать на западных биржевых площадках. Естественно, все то, что касается рынков, без нерыночных сделок, это крупнейшие мировые площадки, они разрешены. Давайте теперь подробнее, что это за стратегия, в чем ее суть и как она работает. Вы знаете, она называется, в английской прессе она называется «Quantative Investing», и мы называем ее «Количественной инвестицией». Эта история уже несколько десятков лет в США. В первую очередь, очень крупные фонды работают с 90-х годов, даже раньше, с 80-х, и зарабатывают на протяжении уже 20-30 лет, где-то по 20, по 30, по 40 годовых. Причем это проверенные цифры, это не они заявляют об этом, да, это подразумевано, они платят с этого налоги, они декларируют их, за ними следит регулятор американский. Суть в следующем. Это высокорискованная, но и высокодоходная стратегия, как и все, что связано с спекуляциями на биржевых площадках. Занимаются люди тем, ну, грубо говоря, что это работает не один управляющий, не один человек, не команда из нескольких человек, и даже не алгоритмизированная их работа, да, этого одного и нескольких человек. Это несколько тысяч, иногда несколько десятков тысяч роботов, объединенных в одну стратегию, которая, ну, фактически работает с огромным количеством инструментов и, что называется, зарабатывает по чуть-чуть, но постоянно. Иногда теряет, иногда зарабатывает, большей частью зарабатывает. Настроены алгоритмы на прибыль, естественно, естественно, не каждый раз удается зарабатывать, потому что, как мы говорим, Граали не существует. Не существуют машинки для печатных денег. И, собственно, работа компании заключается в том, чтобы постоянно настраивать, настраивать алгоритмы таким образом, чтобы в сумме они давали прибыль. Вы когда ее запустили, эту стратегию? В 2009 году мы начали разработку, мы стали собирать команду ученых-плантов. Это люди, которые вообще были не знакомы с рынком, они математики. Они, собственно, разрабатывали эти боты торговые, глядя на графики и получая маркет-датус. Можно сказать, что мы с 2009 года уже работаем с бигдатой, причем очень серьезно. Но тогда это было не модно слово, но мы уже с этим работали. В 2011 году, то есть через два года, удалось выпустить первую стратегию, которая состояла всего лишь из 50 алгоритмов. Сейчас их более 5000, тогда это было 50. Отчасти это ответ на вопрос, почему у нас нет конкурентов в России. Вернее, никто этим не занимается. Потому что, ну представьте себе инвестора, которому говорят, надо вложить порядка 80-ти миллионов долларов США на два года с непонятным результатом. Ну кто готов это повторить? Потому что, например, счетная мощность для того, чтобы все это считать, считать, считать и считать, это 6000 ядер. Для понимания, у Амазона компания, которая продает облачные хранилища и облачные решения, является одним из лидеров. У него порядка 40 тысяч ядер. Если вернуться к заработку, то с начала этого, с начала 2017 года, а сколько процентов прибыли дала ваша стратегия? Вы знаете, мы очень сильно зависим от волатильности, причем от волатильности желательно во всех активах, с которыми работаем, их около 60. Средняя годовая доходность за 7 лет у нас чуть больше 45%. Последние два года в связи с различными Brexit, выборами в США, постоянными перетурбациями в администрации Трампа, решениями ФРС, ЕЦБ и Банка Японии, очень высокая волатильность. Несмотря на то, что волатильность индекса S&P маленькая, он просто растет, скажем так, почти линейно. Волатильность в других группах очень большая, поэтому у нас доходность в прошлом году, например, была 87% итоговой за год. В этом году вот пока 74%. Михаил, я слышал, что в алгоритм закладываются такие параметры, как аудиовыступление финансовых аналитиков. Это сказка? Вы знаете, есть подобные рода решения, которые действительно мониторят тексты выступлений. Идет же синограмма, например, выступление той же Елен, слушает аудио. Наши алгоритмы работают по-другому. Они анализируют график, то есть они фактически занимаются предиктивным анализом. Они анализируют график движения его в прошлый период. Вот у нас это там 10-летний период, с 7-го, с 4-го по 14-й год. И затем они пытаются спрогнозировать изменение цены в будущем. Вы сказали, что это высокорисковый механизм. В чем он изменяется? Как можно оценить этот риск? И насколько риск-менеджмент у вас, ну скажем так, в приоритете, что ли? Ну, во-первых, у нас стоит совершенно автономный, естественно, алгоритмизированный риск-менеджмент. То есть это не люди. Ну, потому что 3 тысячи заявок в день отследить руками невозможно. Это внешнее решение, купленное, я не буду называть компанией, американская компания, клиентами которой являются Банков Америка, крупнейшей финансовой компанией в Штатах. Почему мы так поступили? Конечно же, наши ребята, которые разрабатывают такое количество роботов и, собственно, писали торговую платформу, могли бы написать риск-менеджмент. Но когда ты 9 месяцев работаешь над роботами, над стратегиями, они только-только начали зарабатывать, и вдруг риск-менеджмент, написанный тобой же, их начинают не пропускать, ну какие-то тут рюджекты, да, то в общем, велик соблазн что-то поменять в риск-менеджменте. А в родном своем детище, ну, потом там доработаем, докрутим. Вот чтобы этого не было, мы полностью убрали этот человеческий фактор, у нас совершенно независимый риск-менеджмент. А кто готов инвестировать в новые инструменты? На кого вы делаете ставку? Могу сказать так, что в Штатах таких людей становится все больше, порядка 10-15% ежегодно идет пересекание из традиционных хедж-хеджей, которые не показывают доходность, фонды, которые показывают доходность, это ритмический как раз. Вот, у нас это люди, скажем так, мы всем говорим, что наш продукт, он не для всех, поскольку это высокорискованный, как и все продукты, связанные с спекуляциями на бирже, продукт, пусть и с высокой доходностью. Мы рекомендуем, чтобы сумма, которая отводится нам в управление, составляла примерно 10% от суммарных инвестиций конкретного человека или компании. То есть, если у нас минимум, как вот квалифицированный инвестор, это 100 тысяч долларов, 6 миллионов рублей примерно сумма, то, соответственно, человек должен инвестировать всего примерно 60 миллионов рублей. То есть, не квартиры с машиной должны стоить 60 миллионов рублей, а инвестиционный портфель его составляет 6-60 миллионов рублей. Тогда, в этом случае, если нам отведено 6 миллионов рублей, то если наша стратегия, допустим, не заработала или показала небольшой минус, то это всего лишь 10% портфеля не заработали или показали небольшой минус. А если все случилось как в среднем за 7 лет, то это примерно 25% получает этот кусочек портфеля. Соответственно, если 10% получили 25% доходности, то если на весь портфель размазать, то вот этот кусочек добавил ко всему портфелю плюс 2,5. А сколько денег находится под вашим управлением? Ну, это коммерческая тайна. Ну, скажем так, это десятки миллионов долларов. А сколько вы готовы переварить? Хороший вопрос, отличный вопрос. Значит, у каждой стратегии Quantitative Investment есть свой предел, когда она начинает себе сама мешать. Он зависит от количества инструментов, от количества роботов, находящихся в стратегии, то есть фактически от количества счетной мощности компании. Вот мы сейчас способны переварить до 1 миллиарда долларов. Выше этой суммы мы уже начнем сами себе мешать на тех рынках, на которых мы работаем. Плюс еще должна позволять ликвидность. Вот у нас сейчас примерно 200 миллионов ежедневный оборот наш. На всех мировых площадках. 200 миллионов долларов в день. При этом ликвидность этих рынков, на которых мы работаем, оборот этих рынков, не мы, 1 триллион. То есть разница получается там 1, 2, там 200 миллионов, 2 миллиарда, 20 миллиардов, 200, 2 триллиона. Четыре порядка. Четыре порядка. Разница в ликвидности, соответственно, нам ее хватает. Если мы дойдем до миллиарда, будем думать. Но на самом деле цифра постоянно отодвигается, в связи с тем, что мы постоянно работаем. У конкурентов, я знаю, что лимит стратегии у лидера этого рынка в Штатах 10 миллиардов долларов. И они закрыли свой фонд для внешних инвестиций, работают только с деньгами фактически сотрудники. Там около 300 человек, вот ученых, вот у нас их 8. Они закрыты для внешних инвестиций. Ну что, собственно, разумно. Они работают на себя фактически. Желаю и вам, и нам заработков. Спасибо, Николай. Спасибо. Спасибо.